Профессор Удостовериться, что я в Харькове живу Да нет, нет, я вам верю, я вижу харьковчанина Это самое, по манерам Да я сам не харьковчанин А кто? Кривой Рог А, из Харькова учился, что ли, в Харькове? Ну я там 9 лет прожил Ну тем более Какой железнодорожный вокзал находится в районе станции метро Завод имени Малышева? Железнодорожный вокзал на Малышева? Да Не знаю даже Малышева, станцию метро знаю А, сейчас скажу вам, сейчас Я понял, где там вокзал Там есть ли линия, да, есть Железнодорожная, какой вокзал, не знаю Какой-то пригородный, я просто там не могу Балашовка в народе называют Официально Балашовский вокзал Первый раз такое слышу Я просто не пользовался Он не только пригородный Он пригородным стал Где-то, вот до 70-х там ходили Дальние поезда, и вот реанимировали В 12-м году Реанимировали два поезда Через него проходят Которые не заходят на Южный вокзал Это Попасная Киев и Лисичанс Киев Два поезда через него ходило Которые не заходили На главный вокзал, на Южный Они прямиком шли на Новую Баварию И дальше на Киев Понял Я железной дороге так, как вы не разбираюсь Просто даже не пользовался Чтобы там ни разу не выходил оттуда Не садился Вы теперь будете знать, если вам это интересно Ну окей, ладно У вас, может, какие вопросы есть? Да нет, у меня интересно Вы какие темы? Что вы делаете? Троллите украинцев? Я не знаю Ну, тролли украинцев Но это не основная тема На научные темы По истории могу побеседовать Вот так вот А научные темы исторические Или другие тоже? Нет, исторические Это исторические А научные Ну, наука История-то наука все равно Вы кто по образованию Это снисит? Айтишник Айтишник Сколько будет? Что бы я в Харькове еще делал-то? Сколько будет 2 в 9 степени? 2 в 9 степени? Сейчас так и не скажу 2 в 6 это, по-моему, 128, нет? Ну, где-то так Ну, ладно Ну, в 9-е, я не помню Наверное, 1024 Я сейчас боюсь 1024 это в 10-е 512 будет Значит, 512 Ну, вы поняли меня Хотя бы Я понял, я понял, что вы соображаете А я не соображаю Просто не помню уже этого даже Это надо Ну, я себя, может, не знаю Ну, хорошо Вот сейчас вы меня спросите через час Тогда вам уже ответят А вот вопрос такой для айтишника Это из классической теории вероятности Обычно айтишники должны владеть Вот У вас, значит, корзина с шарами Черные и белые Ну, что-то такое Ну, допустим, там Белых в 2 раза больше То есть 10 белых 20 белых 10 черных Вот Какая вероятность Вытянуть черные И какая белые Какова вероятность Что вы из 3 раз Вытяните хотя бы 1 раз черный Ой, я вам, наверное, так Сейчас и не скажу Потому что, мне кажется Тут есть какой-то подвох С точки зрения того, что Это на комбинаторику, по-моему Задача Ну, я сейчас вам Особенно в 2 часа ночи Мне сложно вам сказать Боюсь опозориться Элементарно решается с помощью комбинаторики Но можно решить без нее Можно решить на уровне 7 класса арифметики Можно просто на ощущение решить Но, возможно, это будет неправильный ответ Какая вероятность Вытянуть еще раз черный Давайте я попробую Я просто не знаю Я не могу формулу написать Давайте Ну, ладно Вот каждый третий шар черный Из трех Так Какова вероятность, что вы Вытянув 3 раза шары Хотя бы 1 раз будет Нет, не хотя бы Хотя бы 1 раз будет черный Ну, из трех раз, по идее По этой логике, что вы назвали Один раз должен быть черный Наверное, нет? Вероятность какая? 33% Ну, это маловато 300% это что Вы с одного раза вытянете 33% А из трех раз Хотя бы один раз вытянете черный Ладно, я вам объясню Решаюсь от обратного Вы должны вычислить вероятность Что вы ни разу не вытянете Что вы из одного раза не вытянете Это 2 третьих Из трех раз 2 третьих кубик То есть 8,27 А, соответственно Вероятность того, что вы Хотя бы один раз вытянете Единица Минус 8,27 Остается 19,27 Вот ответ Смотрите Такие задачи Они распространенные Но, например, это больше В американские компании Не любят такое задавать Если вы возьмете книжку По интервью Есть такая разделка Как раз на комбинаторе У них там группа задач Они, в принципе, элементарные задачи Но Я, честно сказать вам Не готов Я когда-то читал такое Смотрел просто Чтобы быть в курсе Но не готовился Не решал В институте было Тоже давно Поэтому Наверное, вы чем-то занимаетесь Мне кажется С математикой Или с комбинаторией Как связано Я ранее по физхимии Лекции в ВУЗе читал Вот Если вы преподаватель Тем более, конечно Для вас это будет Ну вот Хотите еще Вопрос на школьные знания физики Вам задать Нет Я по-любому не отвечу на него Знаете почему? Потому что я не преподаватель А когда Сколько лет назад? Если я Больше 10 лет назад Университет окончил То школа получается Плюс 5 лет 15 лет назад То есть, представляете Когда Поздравляем раз назад Это мог вообще видеть Если я говорю на школьные знания Это не значит Что вы этого не касались В универе В универе Вы этого тоже касались У вас физика была наверняка Была Два курса, конечно Как технические Но это, смотрите Это знаете Как вот у меня Тут Ну вот подобные вопросы Иногда любят подсказать Показать уровень интеллекта человека На самом деле Это не очень интеллект показывает Это больше показывает Знание тем Это показывает Это показывает Эрудицию Знаете чем Не всегда эрудицию Знаете чем отличается Эрудиция От интеллекта Смотрите Я хочу закончить Тем что Эрудиция Интеллект Комбинаторика Это по сути Тема Которую нужно знать То есть Догадаться здесь Ну можно попробовать Но наверное Это было бы долго То есть Вот как вы От обратного От противного Еще что-то Это Просто вы знаете Этот метод Правильно На эрудицию Ну не знаю Мне тут спрашивали Сколько будет Три в кубе То есть Но это больше Просто школьная программа С другой стороны Человек Который этим не занимается Он может это уже забыть Вот ну элементарно Обычный Не знаю Обыватель Который Ни в гузе не работает Ни Ну никак с математикой Не сталкивается Он наверное В школе Может это и знал Сейчас уже не вспомнит Это никак не говорит А его На мой взгляд Даже эрудиции Чем отличается По вашему Вот вы можете Сформулировать Если нет Я вам расскажу Давайте попробую И интеллект И что Эрудиция Да Чем отличается Интеллект Эрудиция Не знаю Даже интересно В словаре бы посмотреть Ну наверное Смотрите Эрудиция Смотрите Эрудиция Я попробую Я не знаю Попробую Вот иногда Знаете Как важно На собеседовании Тоже Как человек думает Да Вот давайте Попробуем подумать Я подумаю А вы скажете Правильно или нет А я потом В словаре проверю Эрудиция Я так понимаю Это Возможность Генерировать Какие-то Новые Знания Что ли На основании Ну уже Существующих У тебя То есть Условно Я не знаю Комбинаторику Но как-то Попытаюсь Догадаться Да Можно так сказать Или С другой стороны Эрудиция Еще может быть Еще вариант Смотрите Это Как говорят Эрудиционный человек Он много знает Книжек читает Вот он Эрудиционный Так же говорят То есть Условно Какой-то набор Фактов У него есть Ну вот Первое Это Изобретательство Когда он Генерирует Новые идеи Я вам объясню Если вот Предварительно Для айтишника Я поясню Что аналог Эрудиции Это как бы Жесткий диск Его скорость Хороший Плохой А интеллект Это Жесткий диск Плюс оперативка Больше оперативка То есть Оперативка Хорошая Плохая Соответственно Интеллект Малый Великий То что с интеллектом Человек решает За полминуты Или за секунду Вопрос такой Можно А разве Скорость знаний Здесь Насколько Параметр скорости Решает Здесь Или нет То есть Смотрите Ну если вы скажете Наверное Элементарная задача Можно тогда Как-то людей Сортировать По скорости Принятия решений А если В жизни Взять Иногда Быстро решение Принято А качество Этого решения Я просто К чему Говорю Что например Как меряет Интеллект IQ test Но много же Есть дискуссий Насколько он Реально показателен Есть Другие тесты И на самом деле Это открытый вопрос Как измерить интеллект Точно так же Я уверен С эрудицией То есть На самом деле Это достаточно Мне кажется Неизмеримое Понятие Соответственно Так сказать Быстро придумал Медленно придумал От этого Что зависит По сути IQ как раз Меряет не интеллект А эрудицию Хотя все считают Почему-то Что интеллект У тебя тест на интеллект Так говорят Просто к тому Что смотрите Хотя на самом деле Это тест на эрудицию То есть Вы отвечаете Вы можете Нет такого Что вы каждый Нет лимита Есть общий лимит Там допустим 10 минут Или 20 минут Но нет лимита На каждый вопрос Вы можете Один вопрос За ползекун Отвечать А надо каким-то Думать Там минуту Да То есть Смотрите Я вот Видя проходил IQ-тесты И Мне было интересно Просто как они устроены Ну первое Что они дают Какую-то закономерность Например И тебе нужно догадаться Продолжить ее Так сказать То есть Понять ее На элементарном примере И на более сложном Продолжить И естественно Ограничение времени Но Я заметил Что один-два теста Ты сделаешь Понимаешь принцип И уже ты его Умея проходить У меня С интеллектом С эрудицией Ничего не изменилось Я просто научился Тест проходить Но я уже лучше Его прохожу То есть условно Понимая что-то Треугольники И как они развернуты Могу понять Закономерность Первый раз Конечно же Это неожиданно Второй-третий раз Уже легче И вопрос А можно ли Сказать Что мы Например Померили Интеллект Или эрудицию Человека Просто потому Что научился Проходить тесты Точно так же Наверное И в остальных Областях Знаний Часто там Комбинаторика Ну знает человек Эту тему Хорошо Он способен Выучить Уже неплохо А догадаться Дальше Ну не знаю На самом деле Мне кажется Если бы этого Просто бы не знали Было бы сложно Вам догадаться Как вы считаете Ну возможно Возможно Ну Хотите Вопрос интересный По физике Нет Не хочу Мне кажется Смотрите Для вашего канала Уже достаточно вопросов Ну я понял Ну тем не менее Спасибо за беседу Интересно Диалог Ладно Хорошо Удачи вам Всех благ На мою тему Вы вряд ли Будете общаться Давайте на вашу Есть вопросы Задавайте Ну давайте Про физику Плазму поговорить Давайте просто Про физику Да нет Мне все равно О чем общаться Я просто знаю Что мне надо Сейчас Чуть-чуть С вами Пообщаться И спать Ну Примерно так Давайте просто Про физику Хотя бы Школьный курс Как у вас Если Школьный у вас Нормально Пойдем Выше школьного Какова Ну давайте Какова Системная единица Измерения Веса Ну А это Связано Вот Вы Правильный вопрос Задали Это связано С гравитацией Система Абсолютно Верно Вес связан С гравитацией Но я вас Спрашиваю Если вы Не понимаете Что такое Системная единица Допустим Системная единица Времени Секунда Системная единица Значит Расстояние Нет 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 Принял Какой-то Отчет Абсолютно Я понимаю Чего вы говорите Абсолютно Правильно Ну я понял Мне сложно Потому что Я иногда С американцами Ну английский У меня плохой Ну Так Пару Немножко Тяну Ну Я же С вами По-русски Говорю Можем По-английски Как вам Удобно А вы Знаете Английский Знаю Вы Можем Мы Можем Верить 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 Это Можем Для вас Но Я Уважен Чаннел Для Можем Верить 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 Ничего Бывает Это Обидно Это Обидно Ну Хорошо Ну Ладно Есть Вопросы Ко Мне Я Вижу Вам Ну Мы Про Гравитацию Начали Разговаривать Ну Давайте Подумаем Давайте Что Такое Гравитация Вообще Гравитация Это Против Это Масса Помноженная На Скорость Ну Условно Условно Я так Был Гравитация Это Сила Притяжение К земле Да А просто Сила Это Масса Помножена На Ускорение Тогда Уже Да Ну Я Штап Иск Масса А Вы Сказали На Скорость А Я Сказал А Правильно На Ускорение Ускорение Да А Масса Помноженная На Скорость Это Называется И Импульс Масса На скорость называется импульс импульс вот меня и поиздеваться хотели олег меня зовут а вас у меня александр я понял а канал его у вас есть как называется канал да есть я я по-моему видел вас в ю тубе как называется волга рецкий канал волга я понял какие темы беседовать и может вопрос интересного связь на не знаю вообще просто вот общаюсь просто когда общается вопросы задают у вас есть интересные вопросы конечно конечно задавайте а почему у вас николай вот второй вопрос изначально неправильно задано это не николай а кто александр блин плохо видно да я мог поднести если разбираешься в российских это александр что ли да а коза чем он у вас такой александр зачем такой я зачем уважаю этого императора затем и поверь и поверь зачем зачем у тебя телевизор включен телевизор тоже для привлечения ахуру они знают просто включенных но у меня тоже просто александр и все о чем вы общаетесь да на мои темы вряд ли будешь общаться и она научить им общаясь но если хотите отвечу на ваши вопросы по вашим тему есть вопросы вы на научные темы общаетесь а что за научную тему вы кто по образованию я определился я техник техник электромонтер электромонтер чем отличается анод от катода можете мне сказать да конечно ну скажи а зачем проверить ваше знание смогу ли с вами общаться на научной темы или нет для начала ну а not в одну сторону пропускает а как в другую сторону пропускать круто что он пропускает электрический ток но обычно говорят один плюс другой минус ну ладно бог с ним ладно у вас есть какие-нибудь вопросы на научные темы вы сделали то есть вы я хотел бы узнать ваше мнение то есть вы о чем общаетесь я общаюсь на научные темы обладает интеллекта я общаюсь на тему собеседника наук это в чем науки науки ладно у вас есть интересные вопросы по по беседы до конечность а конечно конечно меня есть задавайте почему вы такой какой такой такой это хорошо давать вас очень не к задам вопрос кто захватил измаил турки захватил избавил турки захватили измаю если вам по истории более конкретные вопросы есть нет 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 кто захватил из бою захватил я из дома нижний новгород на ките мы беседуете может вопрос у вас интересно интересно это вас бело-сине-белый да получается вот туда красного не вижу там только кленовый лист красный но так бело-сине-белая они напомните мне не напомните пожалуйста бело-сине-белая он кому принадлежал кто под ним сражался кто не подскажется уважаемый он же вас же есть я как бы вот у вас хочу просто поинтересоваться вы же должны добился не но как бы андреевский он немножко по-другому вот там тоже вроде там тоже белок там тоже бело-сине-белый да ну немножко по-другому но это по-другому чем тот который вы имеете ввиду тоже другой да ну если вас не жит я просто минут интересно кто по таким флагам сражался интересно флаг это как правило вы же наверно знаете ответ не интересна ваша версия нет я не я не знаю поэтому спрошу кто-то сражался из сепаратистских образований по отношению к российской империи то ли в белоруссии то ли в украине где-то там какие товарищи да то есть поддерживать получается таких вот товарищей почему это ж не их флаг но почему решили что это их лаки 100 кленовый лист присутствует вот я поэтому спрашиваю как тот он это интересно поэтому вот флаг похоже знаете знать знаете смотрите вот как вот к нацистскому флагу пример да ну чтобы у нас с вами было определенное состояние да вот приделать сердечко например какой-нибудь тип с любовью более того флаг который вы имеете ввиду там совершенно другие размеры но соотношение размеров белый белый синий но я же не вижу всю целиком картину белый синий и красный это самые распространенные цвета для флагов во всем мире ну да потому что их играет потому что их рисовали в 19 веке и один человек поэтому никакой фантазии очень большая была согласна с вами нет могу погуглить ну надо ли вам это же до 19 века еще было первый вводил как российский флаг его вот этот триколор с данными цветами вообще он это не российский флага торгов флаг российской империи торговым стал при в 19 веке когда флагом российской империи стал иной флаг черно-желто-белый а при петре это был российский флаг и начиная с 1894 года снова стал российским флагом если вы знаете российской истории мы там сайт геральдику скажем так там очень много было геральдических символов это просто был один из них нет просто бы геральдическим символом просто один из элементов геральдика развитие российской империи приходилось и приходилось считали как бы как сказать все это пошло откуда как будут белосиние и красные это монаршевские цвета дома виндзоров вот отсюда пошло а вообще-то а вообще-то галштейн готовская группа если так что-то пошло дальше если развивать эту тему как бы туда а если дальше еще развивать то это вообще как год австрияки габбурский габбург гагбург 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 не могу выговорить хорошо знаете историю сейчас в геральдике а вообще в принципе допустим история сэр хорошо знать но на туманно она очень туманна история слишком очень много засекречено слишком очень много не раз не рассказывал общих чертах очень много рассекретили она перестала быть туманом нет в девяностых очень много грязевыми на мир секретами вы знаете если изучать историю по газетенкам или всяким там книжкам которые писались в 90-е годы то можно с ума сойти по большому я например изучал историю яши непрофессиональный историк у меня другая профессия но мне было интересно даже в советское время я изучал историю просто ходил библиотеку и читал подшипки газет именно тех лет которые не были интересны это было объективно видишь нет не объективно знаете вот можно я можно вас перебью смотрите представьте такую ситуацию прийти с такой ситуации вот нас всех накрыло пеплом я не знаю там туда-сюда как бы вот нас раскопали через там допустим тысячи лет ну через тысячу там через 300 лет до согласны такой возьмем и вот археологи скажем так когда раскапали случайно раскопали газету speed info и вот по газете speed info примерно составили какой у нас там было положение дел что путин это марсианский шпион байден это как бы как называется поклонник рептилоидов и вообще как бы тут вот ходят всякие чупакабры согласно по одной газете нельзя судить я с вами согласен ну вот допустим вы помните когда умер стали одну одну секундочку видите меня звонят если план подождите секундочку давайте могу подождать звоним закончили к точному я понял да обычно просто удобнее так сказать в рулетку заходить и сыново телефона нежели основной на который приходит звонки но не важно так совет на будущее но я как бы знаете это тут я обычно либо собеседника скипаю либо либо абонент сейчас что по моему вообще третьем до 36 ну вроде как говорят хрущев ну вот это нас так учили что хрущев поскольку а там был какой-то период без времени но хрущев всех пересидел по факту был маленков и хрущев перехватил у него лидерство лишь в конце 54 года ну там от у меня по этому поводу которая с жаклин кеннеди общалась на ее родном языке на французском жаклин кеннеди очень сильно извинялась за это то что извините извините как я плохо говорю пара леву франция и хрущев это вообще такой товарищ как бы благодаря которому в принципе развал ссср ты начался как бы развал ссср начался из-за системных пороков госустройства которые устроили а его основатели ленин и троцкий они сделаны республиканское отделение с правом выхода если если бы если бы европы с прямо при его основании я сейчас к сожалению сейчас забыл человека который был должен был назначен быть преемником сталина потому что то ли он развился то ли в авто катастрофе то ли в авиакатастрофе то ли умер не приходя в сознание упав там на 10 раз на ножик надо тоже опять же гугли тебя просто не подготовлен как бы теме понимаете она принципе преемником стали был назначен тот кто им и стал маленков конкретно мнение нет другой другой там не маленкова . его убили убили и сталин еще рассматривал вознесенского нет еще другой нет нет его его убили за полгода до смерти сталина и сталин как раз и за репрессировали его расстреляли ночи мне важно как бы грубо говоря ссср закончился в общем ссср закончился момент подписания скажем так бретонаводских соглашений и уничтожения артелей советского союза и переход на вот эту так называемую плановую экономику рентабельности проще вот эти вот всякие неумные слова наибольшее достижение мы не повезло его готовили случились именно при нем хотя его заслуги в этом нет это просто инерция времени то есть полет спутника полет гагарина и вот а вы верите то что гагарин реально летал я думаю а я думаю смотрите это было как рекламной компании посмотрите мы с вами можем посадить человека как вот обезьяну как будто он может доставить оружие матом атомного массового поражения первых космонавт который считаю который был это был комаров который не смог вернуться потому что он полетел на первом на этом как называется ракете уже не востоке а союзе так вот я продолжу мысли вот одно еще достижение которое не очень почему-то акцентирует хотя она не меньше это останкинская башня для того времени построить такой высоты башни это было большое техническое достижение и канада например через через восемь лет строитель строитель египетских пирамид нервы куриц-старванки я согласен да ну так они намного ниже египетский пирамид но скажем так и как строитель например вот слабо себе представляю как можно все построить почему там в общем-то центр масс в середине пирамида она всегда устойчиво это они взяли за основу и правильно сделали называется технология производства работы знаете я занимаюсь вот именно как раз вот меня вот одна из моих скажем так специализации то есть я проект инженер проектировщика но у меня специализация проект организации строительства моя специализация то есть я диплом на эту часть да нижегородский нижегородский государственный архитектурно-строительный университет и вот как вот пасовик скажем так человек который ну не то что пасовик как вам сказать там пасовик пасовик ну человек который проходит государственной экспертизы в частности раздела пост проект организации строительства вот у меня вот скажем так вот если мне дали будут разработать пост египетские пирамиды я вот очень сильно бы в этом засомневался и плюс я еще общались с этим у нас есть такие просто приколы типа знаете но эти не пирамиду построить это из разряда как называется физики ядерщики шутят понимаете да а производные помните как брать простейший ну таблица производных x квадрате 2x 3x 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 кубе уже не помню на таблицу производных братья уже ну там точно ну уже все же у нас есть компуктеры компуктеры уже уже просто я даже вам 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 с этого как называется уже кривую не посчитаю хотя там форму простейшие технологию с высшим образованием простейшим производом надо брать тем более вы грамотно выражаетесь а 3x кубе тут просто 3 переносится в со множителя до 9 получается да от степени это степень на единицу уменьшается 9x уменьшается да 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 ну я хотел сказать но я не стал не стал в этом плане позориться как бы потому что я не помню сейчас я не помню таблицы производных поэтому я вам это я щелкал как орехи знаете был значит такой случай вам расскажу мы стояли спас с парнями на втором или на третьем курсе у нас там был тип от какой-то экзамен очень там туда-сюда и что там такие разговорились и там вот один говорит меня от мать второе высшее образование получает как бы его то их нам сейчас у них типа выше математика вот они все эти вот штуки вот типа делать и я вот не мог тогда понять своим как был мозгом так вот как раз были по производным что-то у них там это их там производные спросили она там тоже что-то снимать выгода также это же не так и агритма она готов училась там 25 лет назад она все это забыла как вот и под вот вот это будет тоже так хорошо я понял приятно было с вами побеседовать если к самому то нет смысла как бы записывать разговор мы так с вами о чем не поговорили запись то я включал ну кое-что посмотрим да ладно ладно спасибо за беседу всех благ на дура коваляне разговаривать разговариваю вот такие революция почему же тогда утилитарным государством Whew правило утилиторная государство правильно Великобритания утилитарная государство Германия утилитарная государство у них есть один в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо их в общем-то всех и назвали русские потому что это глагол русский это какой чей отвечает Воронеж передали 1922 году в Воронежской области а в 22 году Львовская область где была в Австро-Венгрии уровень интеллекта у Миколы Рушницы на самом деле это Геннадий Хазан по-моему не так его фамилия это уровень интеллекта креветки из Азовского моря хорош без лишнего шума узнай кто сейчас здесь стримит Зарабян первый секретарь Армении первый секретарь обкомов Камчатского Белгородского и Волынского Воробьев из Краснодара приедет завтра а вот с ним и Зарабяном завтра совместный стрим это очень опасно Хохлов и Лёня пока тоже держи на прицеле они могут переметнуться и нас подставить Паркафорский был был сделан украинским угодом ночным пытаясь Камчатского Белгородского 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 Белгорода Украина кто? А сейчас кто? Купо коричку Продолжение следует... Продолжение следует...